Увеличиваем немножечко нагрузку. Уже месяц глазовские пенсионеры осваивают новое оборудование. Тренажерка в культурно-спортивном центре Победы. Место притяжения для тех, кому за 70. Людмиле Яковлевне почти 80. Она не пропускает ни одно занятие, держит фигуру и общается с подругами. Спасибо нам за наши труды и дали вот такое оборудование нам. Сейчас в поселке даже бабке говорить надо идти сюда. А я говорю, уже без вас у нас очень много. Когда мы уже постареем, уйдем. И вы вставайте, и работайте здесь. И действительно, как только открыли этот тренажерный зал, количество посетителей выросло с 30 до 70 человек. Составили новое расписание, и пока одна группа на беговых дорожках, вторая осваивает древневьетнамскую оздоровительную гимнастику. Раз, два, три. Мы занимаемся по пятницам, один раз в неделю. К нам ходят до 10 человек примерно. Программа составлена как раз для лиц пожилого возраста. В этом зале новое покрытие. Мягкое, нескользящее, теплое, комфортные условия. Особая часть программы – активное долголетие. Группы здоровья в культурно-спортивном центре «Победа» работают уже несколько лет. Скандинавская ходьба, лыжи, ЛФК – уже в арсенале пенсионеров. А теперь еще и 12 тренажеров. Так нормально сейчас, да? Замечательно. Перед занятием мы всегда проверяем давление. Если давление позволяет, значит, они приходят и занимаются. Здесь они проверяют свой курс. Если, например, курс зашкаливает, мы добавляем скорость. Если все нормально, мы ее добавляем. А как себя чувствуете? Хорошо. Усилить программу активного долголетия глазовчанам помог грант – 500 тысяч рублей. Кроме тренажеров для пенсионеров и лиц с ограничениями по здоровью, закупили комплекты профессиональных палок для скандинавской ходьбы и спортивные утяжелители. И все это в бесплатное пользование. Мало спортивных комплексов, которые бесплатно осуществляют такую деятельность, и еще и на таком первоклассном оборудовании. Поэтому, несомненно, этот зал для нас, это приобретение и проект «Активное долголетие» – это шаг вперед. Марина Баль, Василий Хохряков. Новости.